Недавно выпущенных героев, ну как недавно, он был выпущен уже после того, как вторая дота появилась, или одновременно где-то, ну имеется ввиду бета, там вот как раз у меня, я помню, появился ключ на бету примерно в то же время, когда появился тимбер. Игс, turn to pick. При этом с агрессивными вот такими вот ребятами типа тимбера, ответ гирокоптер, ну инвиктус гейминг здесь нужно очень осторожными быть, потому что им очень легко могут сломать одну, а то и две вышки на харде, сразу после этого тимбер получит много золота, купит себе какие-то арканы, там если будет уже с левелом, а скорее всего, ну он в принципе хорошо гнобится на хардлайне, потому что есть дисраптера, цмка и гирокоптер как раз таки, и эти три героя могут тимбера убивать, ему нужно быть очень-очень осторожным. Посмотрим за завершающими банами, для тунгфу это, да и как и для дк, это соло мид, тунгфу дк, для айджи конечно. Элдер титан, соло мид элдер титан, которого забыли совершенно. Вот герой не стоит которого забывать, это было видно по прошлой игре, не очень в начале хорошо начал, но зато потом просто фактически, ну не в одиночку, но хорошо раскладывал. Банит шторма айджи, отличный бан, возможно пак либо queen of pain залетит к тунгфу. Шторм конечно был бы лучшим пиком, учитывая, что это китайская команда. Что вы пишете в читец? С второго класса за тунгфу. Мне написали, что инэс говорил, что айджи выигрывает 2-1. Не, ну на самом деле, в плане прогнозов он жесткий конечно, я бы с ним не стал забиваться. На квартиру. Потому что он, как правило, знает. Ну конечно, всякое может случиться, и здесь-то я сам думал, что Invictus Gaming выиграют. Но вот 2-0 или 2-1 это уже... Я бы тоже поставил на самом деле на айджи. Но правда у тунгфу такой пик просто потрясающий. Вот им тимбера чуть-чуть бы раскачать в начале, если он хорошо на хордлайне отстоит. Если все правильно сделают на легкой. И вот сейчас важно, как мид сыграет. Очень важно. Потому что... Оооооо, хо-хо-хоо. Вот это герой на мид. Ну вот тем самым получился от сильного пушпика больше такой пик в лейт. Скорее. И в лейте, конечно, Луна, Магнус и Тимбер, это очень сурово. Что касается Инвиктус Гейминг, у них, в принципе, тоже неплохой лейт, Бристл, Гира, ну, если Бристл не Мейн Кэрри, а такой Кэрри поддержки, скажем так, плюс Гирокоптер, хорошие, безусловно, герои, но чё-то лейт у них, мне кажется, всё-таки не такой классный. Саппорты не очень хорошие, ЦМ плюс Дисраптор, Дисраптор может, да, но вот ЦМки, думаю, будет тяжеловато, как, в принципе, и Чену, но Чен зато вначале очень сильный, и может привести неплохое преимущество, ну, посмотрим. Да, там уже идёт забег у нас, если мы переключимся на стрим, но пока что ничего интересного, как только что-то интересное будет, я вам сразу... О, тут есть что интересное, посмотрите, что происходит. На первом левеле Тунг-фу пошли забирать Рошана, а тем временем Инвиктус Гейминг бегают по лесу. Да, какая халява, Тунг-фу с Эмпауэром, Магнус, пошли забрали Рошана просто-напросто. Да, и Пак, Ласт Пик, как мы видим от IG. Так, ну одну секунду, сейчас давайте, тут, в принципе, ничего интересного, Магнус забирает Аегис, щиточек у него был. Так, к сожалению, Дота ТВ отстаёт, я не знаю, зачем они сделали задержку в Дота ТВ. Слушайте, а пока неплохо. Пока что неплохо, и особых лагов нету. Или есть? Нет, вот они, пошли, пошли, пошли спайки. Ладно, всё, тогда мы забиваем на Дота ТВ. Переключаемся на экран. И смотрим. Итак, Тунг-фу очень здорово начали. Они пошли и забрали Рошана. Это был риск, потому что Магнус вынужден был вкачать Эмпауэр. С другой стороны, Магнус и с Эмпауэром на лайне мог нормально пофармить. Получили по второму левелу, получили бонусное золото. Для Тимбера, конечно, то, что он получил левел, это достаточно важно было. Но, посмотрите, Тимбера всё равно с лайна прогнали. Феррари на паке против Му на Магнусе. О, хорошо развёл сейчас Урсач, Феррари проспешно прожал шифт. Да, ну и, конечно, Магнус очень спокойно против пака, то есть он точно знает, что пак его не убьёт. Он точно знает, что если он там сильно просядет к 5-6 минуте по майне, по хп, он может просто самоубиться и... Да и даже может даже не самоубиваться, а Егис всё равно даст ему Риген по исчезновению. Ну, в общем, короче, Магнус в шоколаде, у него 11-4 Крепстат. И вот то самое начальное преимущество, которое было важно получить Тунг-Фу, они получили. Сейчас у них фармится в лесу Чен. Фармится Жоу на лайне на Луне. И Рубик отводит вовсю. По идее, минутик 5-6 это должен быть выход, а может быть даже и раньше, на вышку, которую дефит Бристол. Должны забирать вышку, а может быть даже и две. Получать дополнительное золото и дальше уже начинать развлекаться по карте. Магнусу, конечно, нужны Аркан и Даггер по-хорошему. Но, в принципе, Магнус, если будет нормально играть, если не будет жадничать, он может и без Даггера с одними Арканами очень сильно зайти. Видим, что 11 целых Крипов у Чена. Пак догнал Магнуса по левелу, что интересно. Ой-ой-ой, Кабу. Проседает. Возвращают его. Он уезжает на Тимбер Чене. Успевает активироваться Кинетик Филд. Ну что, уйдет ли Кабу? Ну, вообще, должен уходить. Да, слишком много дает ему Регена. Реактив Армор. Второй еще Тимбер Чейн. Ой, как хорошо, Цемочка! Ну нет, он успевает все-таки выйти из Кинетик Филда. Но сейчас Цемка сыграла очень здорово. Магнус приходит. У Магнуса Хаста, и Фейт здесь должен отъезжать. Да, Фейт уедет. Уедет в Таверну. Пытается захилиться. Да, минус Фейт, и это Ферст Блад. Вот так вот Рошан. И сейчас еще Му забирает Ферст Блад. У него все еще есть Аегис. Шикарно забайтил Тимбер Со. Хорошо сыграла Цемка, потому что она сбила вот этот вот Тимбер Чейн в последний момент своей колбой. Но, тем не менее, в итоге все получилось очень-очень плохо. Поздно поняли, что у Магнуса Хаста и он может за это наказать. И... Это печально. Паузу просит ЗСМД. Так, я пока пауза, альтабнусь, быстренько посмотрю, все ли в порядке у нас с чатом, с картинкой. Не знаю, тропинки волшебных полян. Кто такой Му Бот? Это автобот. Не путать с трансформерами. Это автоматический бот, который сам банит там за запрещенные темы, типа... Ну, он не банит навсегда, он банит там на короткое время. Либо просто стирает сообщение. По-моему, даже просто стирает сообщение. Ну и вот, собственно говоря, пятая минута игры. Выходит IG в Тунг-Фу. Что такое-то? Господи, а эти команды вообще... Никогда не путал IG и Тунг-Фу. Но вот после того, как у них перемешались все игроки, они выходят в пуш-вышки и, более того, пойдут пушить вторую. Есть шестой левел на Луне. Магнус чувствует себя просто замечательно. У него еще и есть Аегис. И можно... Да, великолепно. У Магнуса-то есть Аегис. Он может вообще ворваться, поагрессировать. Ловит на РП ВайВаэфа. Увозит его. И минус ВайВаэф. Куча ТП-шек. Магнус сейчас будет торговать лицом. Пак. Неплохо раскастовывается. А где ульта? Пак почему-то не кастует ультимейт. Боже, фейты стирают. Это просто жесть. Тунг-Фу, что творят? Теряют Луну. Магнус. Все еще живой. Убивают Магнуса. Но у него как раз таки есть Аегис. Ну и второй раз сейчас его убьют. Да, вот она ульта. Тримкоил. Неужели уйдет? Неужели уйдет? Отпивается из бутылки, но нет. Тунг-Фу банана. Прищучил в конце Магнуса. Новый. Буквально за долю секунды до того, как у Магнуса откатило. Да, мы видим, что по экспе очень сильно просели из-за этого пуша. Вот это тоже на самом деле не очень хороший был размен. Казалось бы, у Магнуса Аегис можно зайти, попушить, и мы ничего не теряем. Но с другой стороны, когда у тебя большие ловела, и ты сливаешься, ты сравниваешь ситуацию по экспе. Даже если размен ровный произошел. А сейчас произошел размен Аегиса и еще трех героев на двух. И вышку. Это не ровный размен был. Но даже если бы размен был ровный, все равно за счет того, что герои Тунг-Фу имеют больший левел, за них дают больше экспы. И ситуация сравнивается. И мы видим, как по экспе ситуация выровнялась. В любом случае, для Тунг-Фу это нормально. У них очень сильный лейт, им можно никуда особо не торопиться. Мы видим, что Луна имеет на тысячу больше, чем Герокоптер. Магнус тоже пока что впереди пака, хотя не так уверенно. Но пак-то должен был быть чуть впереди, а то и сильно впереди. Из-за того, что все-таки он посильнее, как соло-мидер. Но Рошан, Рошан дает о себе знать, все-таки. Нет, три тысячи, посмотрите. По золоту три тысячи ведут, да и по экспе пока что еще две тысячи ведут. Кабу. Запирают его. Сейчас будут возвращать. Возвращают. Ульт. Пытается он улететь, но и улетает. Великолепно. Кабу просто... Оказалось, у него эскейп-обилок больше, чем... Скиллов отменяющие эти эскейп-обилки. Очень здорово сыграл. Более того, там не было рокет-баража уже у Герокоптера. Он его потратил. И было время как раз-таки сделать спокойно ТП. Четыре тысячи уже. О, и сделан стак для Герокоптера. Если он, конечно, зафармит этот стак... Так, опять пауза. Опять я табнусь. Давай в игру. Звуки из игры будут. Проблема в том, что... Дота ТВ почему-то стримы сделаны без задержки, а Дота ТВ с задержкой. Я не знаю почему, это полностью нелогично. Ну, то есть, грубо говоря, если ты задался целью как-то нечестно играть, ты можешь полить стрим. Сейчас на Твиче, понятное дело, есть небольшая задержка, но тем не менее. А в Дота ТВ зачем-то сделали задержку в две минуты. Это, в общем, полный бред. Поэтому звуки игры... Даже если бы они шли одновременно, все равно там стрим бы шел чуть позже в таком случае. И звуки из игры не запилить. Они есть у меня, к сожалению, но... У меня, как бы, они очень тихо. Чуть погромче голос комментаторов. Соответственно, у вас они совсем тихо. Я уверен, если вы прислушаетесь, то... Ой-ой-ой, Пак. Выходит, здесь два совуха. Очень агрессивную позицию занимает Пак. Есть у Луны ультимейт, и нужно сбивать Сайленсом. Да, сбивает Сайленсом ультимейт. Ну и что? Бристалбэк здесь же. Нужно ультить, ультует. Но слишком много героев, и все-таки ВВФ удается убить. Правда, размен 2 в 1. Погоня за ЦМкой. Нет, колба, это слишком сильно. Крипы очень сильно боятся колбы, ЦМки. Размен Бристла на двух героев команды Тонгфу. Опять плюсовый размен. Мы видим Тимбер, закатывается. Ой, здесь Фейту. Фейту очень больно, у него практически нет ХП. Его ищет Тимберсо. Запирается Фейт, уходит и ловит Фейтболт в лицо. Ну, не будет даже разменен, на самом деле. Потому что Бристалбэк никаким образом Тимбера не убьет. Более того, здесь еще и Рубик. Счет 5-5. Сохраняют преимущество небольшое Тонгфу за счет того, что снесли вышку, и за счет того, что забрали изначально Рошана. Ну вот как раз, это где-то 3000 и есть. 1000 за Рошана, чуть больше 1000 за вышку. Сохраняют вот это вот преимущество стартовое. Также по ХП у них небольшой отрыв имеется. И пока что все хорошо. Но, тем не менее, сейчас начнется дуэль такая, очень серьезная. Пак-Магнус. Только видите, у Магнуса уже есть Аркана и почти Даггер. А у Пака все еще обычный ботинок. И до сих пор нету Даггера. Даггер ему очень был бы нужен. Посмотрите, сейчас в смоках. Видят. Хорошо. Морозит. Магнус заезжает. Отличное РП. Ловит троих в РП. Но нечем добить ЦМку. А Пак вообще уходит. Он ловит двоих. Все-таки смогли убить Гирокоптера. Очень битая ЦМка. Очень битая ЦМка. Выехали здесь еще и за Дисраптором. ЦМку смогли убить. Дисраптор запирает всех. Но у него нету мана абсолютно. Вайвайф тоже достаточно битый. Пак битый. Чудом ушел из РП. Да, и здесь сейчас будет казнь. Техасская резня бензопилой. Просто. В исполнении Тимберсо. Трипл килл забирает Кабу на Тимбере. Все срезал. Все деревья разломал. Все просто, что мог. Еще и Дисраптора нашли. И Дисраптор тоже не уйдет. Да. И это 4 в 0. И это было, ну, достаточно фатально. Если бы у Пака был Даггер, он мог бы блинкануться на опережение к Магнусу и дать ему Сала, дать ему ультимейт и там зацепил бы остальных героев. Но у Пака почему-то не было Даггера, хотя он даже не покупал себе ПТшку. У него должны быть эти деньги, по идее. И в итоге сейчас у Магнуса 9-й левел появляется Даггер. У Пака до Даггера еще очень-очень далеко, потому что он сейчас отдался. Скоро будет Мека на Чене. Скоро будет БКБ на Луне. А Тимберу такое ощущение, что вообще больше артефактов не надо. Ему и так норм. Он просто режет всех. Я напомню, что до этого момента, после смены составов, после того, как Хао ушел в IG и Жоу ушел в Тунг-Фу, Тунг-Фу ни разу не обыгрывали IG. Единственная ничья была. И три победы команды Invictus Gaming. И сейчас очень реальные шансы сломать. Отлично врывается Магнус, но не смог увезти ВВФ, а в противном случае ВВФ отъезжал бы. ВВФ пытается хоть что-то нафармить. Фармит Мекку. У него есть только пока что щиток и обычный ботинок. Как же всего мало. Как же мало артов. Если сейчас потеряют вышку, проиграют Драку, это будет минус еще один Рошан, и я не знаю. Кентавр там потанцевал. Тимбер собирает пайп, купил ХДРС-ку. Но это явно для пайпа, потому что Мекку уже практически готовы на чене. Наконец-то даггер есть у Феррари, он все-таки его заформил, но поздно. Вот реально поздно. На две минуты, чем нужно. Опоздал. Во многом из-за того, что потеряли вышку и отдали Рошану на первом левеле. Вот как раз этот тайминг, которого не хватило Феррари. Но все равно, он играет на таком герое, который может очень хорошо инициировать. Ему только нужен шанс. Сохраняют пока что контроль карты определенный АйДжи. И Тунг-фу. Тунг-фу хотят снести вышку и зайти на Рошана. Магнусу летит Боттл, судя по всему. А Пак активирует ДД и сейчас пойдет за Хостой. Хосту надо брать. Иначе сейчас Пак заберет ее. Нет, Магнус успевает. Но в смоках. Пак летит на перерез. Ставят. Отличную ульту. Отличный Сайленс. Отличный ульт Герокоптера сверху. Запирают Тимберсо тем временем. Ульт. От Луны минусует Пака. При этом никого не удается убить. Даже Рубик уходит. Магнуса уносит назад. Но у него Хоста. Опять режет бензопилой Тимберсо. И Магнус. Отличный РП. Ультимейт от Бананы. Но совсем не там, где нужно. Это минус 4. Остается один Банан в живых. И ненадолго. Стан. Тимбер. Промазал пилой. Но не важно. По-моему, Феррари сыграл не лучшим образом. Потратил арбу в одну сторону. Залетел в другую сторону. Команда начала бить третьего. Ну и в итоге получилось то, что получилось. Феррари отъехал первым. А без него драться было очень тяжело. Теряют и вышку, и пятерых героев. И еще и Рошана сейчас отдадут. Шансы IG выиграть эту игру стремятся к нулю. Неуклонно. И знаете, что я вам скажу? Абсолютно по делу. Не сказать, что они там где-то там совершили глупую ошибку. Тонг-фу хороши. У них потрясающий был пик. Они пошли на риск. Они забрали Рошана. Получили преимущество. И они безукоризненно его реализуют. Вот единственное, там снизу немного посливались. Но это такой был. Более-менее еще ровный размен. Небольшая ошибка. Как ни крути, а Эгис они там все-таки хотели разменять. И разменяли его. Пусть не лучшим образом. Но в целом преимущество, конечно, реализовано шикарно. Вот казалось бы, что там такое эти две тысячи. Но эти две тысячи это дофармленный даггер. Это дофармленное чуть пораньше БКБ. Но правда БКБ пока что нету на Луне. Но тем не менее. И сейчас уже десятка. И все шикарно у Луны. Все шикарно у Магнуса. Будут убивать сейчас Жоу. Он пытается... Слушайте, а Жоу-то живет. Жоу живет! Фантастика! Там были заряженные стики. Магнус пытается отвезти гирокоптера. Не удается ему это сделать. Рубик пытается поднять Хао. Хао бежит на гирокоптере. Поднимает его в воздух. И просто затаптывает его Магнус. Да, это уже фатально. Когда нападают на одну Луну без поддержки. Дают в нее две ульты. И все равно... Там грамотно сыграл, конечно, Жоу. Он не стал рвать связь. Он остался под ультой гирокоптера. Прожал стики и продолжил драться. И пошел, посмотрите, какой ганг со второй ультой Магнуса. Через всю карту. В смоках. Если Магнус поймает в РП хотя бы парочку героев, они практически сразу будут мертвы. Потому что пойдет еще и волна сверху. И проказ Тимбера. И фейтбол Трубика. Ой, как заходят со спины. Видят Пака. Пак. Сколько ХП теряет Пак от Тимбера? Боже. Просто беспощаден. Луну отправляют немножко назад. Но здесь уже Тимбер. Магнус сейчас будет врываться. Магнус. Ох, отменяет РП. Очень четко подходит на один шаг поближе к Дисраптору. И убивает Дисраптора. И это еще два безответных фрага. Мег появляется у Брестла. Все-таки хороши, хороши, да. И сейчас летит уже БКБшка для Жоу в кабане. Вот он передает ей БКБ. Тут, конечно, много хороших факторов. Но азиатский Тимберсо тоже очень силен. Его стараются банить как можно чаще. Вот его отдали вчера и отдали сегодня. И посмотрите, он просто распиливает все, что только можно. Ульт от Дисраптора достаточно кривой. Ульт от Пака неплохой. Но смогли захилить Мега. И Магнуса убивает. Цемка отличный ультимейтер скастовый. Мега заходит от ВВФ. Валяется Гем. Гем забирает Тимбер. Рубик кастует ульт Кристал Мейден. Убивают ВВФ. И это... Да, и там еще и убили где-то Герокоптера. Я, к сожалению, этого не видел. Убили и Дисраптора. В итоге получился 3 в 1 размен. И бежит дальше Луна. Пытается убить Банану. Ну, Бананы слишком далеко уходят. Ну что, судя по всему, первая победа сейчас состоится. Но я не вижу уже, как здесь можно затащить. Уже даже неплохо сейчас подрались. Хорошо застали врасплох. И все равно проиграли драку 3 в 1. Почти готов Бладстоун у Тимбера. А, готов уже. Можно купить себе колечко для Персика. Жоу ворует этот мультиспаун. Ну, это уже удар ниже пояса. И так все плохо было. Еще и Жоу мультиспаун своровал. Чен уже нафармил больше, чем Герокоптер. Рубик больше, чем Бристлбек. Почти столько же, сколько Пак и Герокоптер. Ну что, и сейчас собираются в какую-то очередную атаку игроки команды Тунгфу. Возможно, ждут отката ультимейта Чена, ультимейта Луны. Это все-таки очень нужные спылы. Ой, кажется, Пак встревает. Нет, встревает Тимбер. Но он очень толстый. Вряд ли получится его забрать. Хотя очень близки. Вбивает стики. Возвращают его. Тимбер. Неужели выживет? Живет Кабу! Его добивают нейтрала в итоге. Просто фантастика. Ну а сколько плотный этот герой? Не был ульта Чена. Не смогли его засейвить, судя по всему, из-за этого. Или все-таки давал Чен ультимейт? Нет, не давал. А был ли Бладстоун? Судя по тому, как быстро заспаунился Тимбер, Бладстоун был. БКБ на Магнусе. Да, Бладстоун был. Всего восьмого левела, но для 18-й минуты игры Бладстоун восьмого левела очень дает быстро зареспауниться. Минус 24 секунды к времени респауна. Это неплохо. Все абсолютно влили в этого Тимбера. Если бы не Кентавра, на самом деле он бы еще и выжил. Или если бы был ульт Чена. Но не выжил. Ну и в любом случае забрать себя не дал. Мог, кстати, еще и Бладстоун заденается, но в принципе там не было нужды. Там либо он выживал, либо умирал от нейтралов, а это в принципе одно и то же. Ну в плане Икспы соперникам. Если ты умер от нейтралов, то не дал Икспу. Фей это подрезают, очень уверенно. Делают минус один. И сейчас будут заходить по миду 4 против пятерых. Практически не потратив никаких спилов. Сейчас откатит Глимпс, откатит Скьюер. Нет, не хотят заходить по миду, идут на топ. А Егис, правда, пропадает, но у Луны есть БКБ. Ее тяжеловато будет смять. Нету никаких Хиксов. Нету так много урона. Да, снимают вышку Тонг-фу. Идут дальше. Нет, не идут дальше. Собираются и аккуратно отступают. Чину, конечно, отступать тяжеловато. Но все-таки он уводит всех своих крипов. Жоу тем временем толкает линию. Возможно, сейчас хотят для начала убить еще одну тир-два вышку. Для этого Жоу толкает линию. Но пока нету нужды спешить. Тимбер готовится врываться. Магнус врывается очень неплохо. Тимбер. Какой Тимбер-чейн. Хао включает БКБ, но слишком поздно. Дает ульту. Минус Хао. Бристалбек все еще жив. Пак. Врывается. Отличный. Отличный ультимейт от Пака. Отличный ультимейт от Дисраптора. Убивают Чена. Но это все без луны проходит. Ульт Кристал Мейден. Ни в кого. Сейчас своруют его Рубик и выдаст в ответ. Тимберсо все еще живой. Возвращает его Дисраптор. Тимберсо уезжает опять. Пытаются достать Тимбера. Не хватает ему урона распилить Кристал Мейден. И сейчас Рубик попробует добить ее Фэд болтом. Нет. Не решается. Тем временем Жоу ломает вышку. Абсолютно спокойно. Магнус тоже ушел и тоже направляется на нижний тавр. Более-менее ровный размен. Учитывая, что драка была 4 в 5. И сейчас еще и потеряют вышку. Опять это все в пользу Тунг-фу. Гирокоптера в любом случае убили. А Луна все это время фармила. Это чудовищный для Гироча размен. Чудовищная ситуация. Жоу получает ультимейт Гирокоптера. И не получается уму. Ну никак у него не получается эта комбинация. Вот за Луной гнаться-то не стоит, пожалуй. Потому что Луна развернется, даст ультимейт. Тем более сюда подходит уже и Тимбер. Здесь есть и Магнус, пусть и без ульта. Но все-таки отбились. Обратите внимание слева на мини-карту. Сколько вардов стоит у Тунг-фу. Они видят всю левую часть карты. За счет того, что потеряли только одну вышку, видят весь мид фактически. И даже всю правую часть карты. За исключением базы IG. Полный контроль карты. Полное доминирование. У Магнуса есть ультимейт. У Луны есть ультимейт. У Чена есть ультимейт. Все готовы драться. Появился тем временем Рошан. И за него сейчас, возможно, пойдет драка. Жоу отпушивает линию. Уже 15 тысяч золотом. 10 тысяч экспы ведут Тунг-фу. Да, Жоу вынужден был завязать БКБ. Боялся, что его здесь убьют. Ну, действительно. Сейчас ему никак нельзя умирать, потому что Рошан в скором времени появится. Прилетает к нему Манта. Ну, вообще, наверное, у Жоу-то байбэк должен быть. Или нет. Не знаю. Тем временем на Рошане мы видим Кабу. Почему-то не кидает он Тимберчейн. Ой, не Тимберчейн. Чакрам, конечно. Чакрам очень хорошо пробивает Рошана. Магнус Форстаф после БКБ. Все грамотно. Мека. Размен Тир-1 вышки на Рошана. Даже пока что еще не потеряли эту Тир-1 вышку. Ой, не потеряют. Луна забирает Аегис. Тимбер забирает Сыр. Магнус. Тимбер летит наверх. С Сыром. Ну, Сыром его тяжеловато будет убить, наверное. Айджи не ливают, не хотят они проигрывать эту игру, борются до конца, но у Герокоптера только БКБ. Вот где брать урон вообще? Убивать Тимбера, убивать Луну, убивать даже Магнуса. Просто неоткуда брать урон. Видим, что пак сидит наверху, караулит Тимбера, но пак у Тимбера тоже не будет. Тимбера тоже не убить. С прокаста он ему, дай бог, половину ХП снимет, а больше дамажить особо нечем. Рукой пак очень плохо Тимбера пробивает. Ну, пока, во всяком случае. Там же у пака тоже нету ни Хигса, ничего. Вайваэф выходит на Эншентов. Цепляют Вайваэфа. И на этот раз попадает с Кьюером, очень хорошо возвращают Вайваэфа. На мид и минус Вайваэф. И 4 на 5. 4 на 5 против Аегиса, против толпы Чена с перефармом в 15к. Точнее, с аутфармом. По золоту, с 10к по опыту, шансы, прямо скажем. Ну вот. Дисраптор глимпсует Луну, чуть-чуть затягивает время. Входит Мека. Крепычено все еще живо. Луна. Ну, можно неплохо попасть ультой, но, опять же, ульт пока. Ульт Дисраптора достаточно кривой. А почему в Кинетик Филд было тогда не зарядить? Ну, это не важно, на самом деле. Все равно там БКБ, там Аегис и слишком толстые герои. Аккуратненько ломают барак. Аккуратненько ломают второй. Да и, наверное, сразу пойдут на вторую сторону. Через... Ну, либо наверх, либо на низ. Наверное, на низ там много крипов. А чего тянуть-то? Возвращают Джоу. Он включает БКБ. Включает Эклипс. Магнус тут как тут. Врывается. Минус один герой. Минус второй. Минус третий. И ГГ. Впервые в своей истории Тунг-фу одолели Айджи. Выходят в финал, где сразятся ДК. Да, это будет интереснейшая игра, которая должна начаться по расписанию в 15.00 сегодня. Но, на самом деле, она начнется сразу после матча Айджи-Лджи-Ди, которые сейчас будут сражаться за третье место. Да, две очень сильные команды, и тем не менее, они бьются только за третье место. Айджи, конечно, наверняка на минус морали, на легкой. Но нужно биться за третье место, потому что там хоть какие-то призы, да и... Все-таки... Ну, престижнее третье место, чем четвертое. А Айджи-Ди, уже смирившись со вчерашним поражением, уже все переварив, готовы биться с Инвиктус Гейминг. Очень интересная игра. Сайлар... Сайлар Вичи Гейминг сейчас... Кто сейчас скорее? Рэббит. Рэббит против... Хао. В принципе, это дуэль игроков Айджи там с ЛДД, она достаточно такая, тоже была давняя, еще когда Жоу играл в Айджи, когда в ЛДД.